Не квартира, а помойка. Новый Плюшкин появился в доме на Уралмарше. Если раньше жить по соседству с коллекционером Кхлама было просто неприятно, то теперь стало опасно. Жильцы учуяли запах газа. Достучаться до мужчины они не смогли, поэтому решили идти на пролом. Что творится за закрытыми дверями, своими глазами увидел Игорь Бонгин. Чтобы стоять перекрыть, разветвление бутылки отступать. В этой квартире в пору уже газ добывать. Метан как раз скапливается под завалами мусора. Однако хозяины все жители дома сидят не на золотой жиле, а на пороховой бочке. Страсть местного Плюшкина к коллекционированию хлама угрожает им взрывом топлива бытового. Недавно соседи почувствовали от этой двери характерный запах и вызвали инженеров. Специалисты обнаружили утечку, но попасть внутрь не смогли. Пришлось перекрыть целый стояк. Квартиру доступа не было. Поэтому пришлось отключить левую разводку. Это четыре квартиры 35, 37 до 41 и 45. Если бы была загазована квартира, не дай бог, прошло возгорание или еще хуже взрыв, пострадали все жильцы этого подъезда. Путь к газовой трубе у аварийщиков проходит по горам мусора. В квартиру без спроса хозяина они смогли попасть, потому что жилье не приватизировано. Мы вскрыли квартиру, но заранее было обговорено со всеми службами, с участковыми, с полицией, с газовой службой. И мы с рабочим вскрыли квартиру. Но попасть в квартиру оказалось не так сложно, как бродить по ней. Все в дом это просто рожило. За долгие годы он оттащил сюда столько мусора, что яблоку негде упасть. Еще чуть-чуть и сюда даже свет из окон попасть не сможет. Но призвать к порядку человека-муравья сложно. При всех своих странностях за коммунальные услуги он платит исправно. Между тем остальные жильцы от такого соседства в ужасе. Я один раз его только видела. Я открывала дверь, то есть напротив, он вот так вот боком-боком прополз к себе. И я еще просто у меня вырвалась, боже, еще один помоечник. Сегодня пока в квартире хозяйничали слесаря, мужчина, похоже, был на работе. Соседи говорят, что 52-летний жилец работает в метро, а хлам в квартиру тащит с помоек. Вместе с паразитами. Вот эти соседи жили, говорили. Сегодня пять мышей, со шуточкой, сегодня пять мышей кошка поймала. В первом подъезде тоже жалуются мыши, то есть мыши по всему дому. Делить свои квадратные метры с грызунами и жить в страхе, что дом взлетит на воздух, им надоело. Жители готовятся писать жалобу в администрацию с просьбой выселить запасливого соседа из муниципальной квартиры. Игорь Бонгин, Дмитрий Килин. Новости 41-го канала.